Всем привет, с вами Роман. Я живу в Израиле, в городе Тель-Авив. В этом видео я покажу вам, как проходит коронавакцинация, сделаю сам прививку, расскажу о побочных эффектах. Также во второй части видео я отвечу на популярный вопрос из комментариев, как вы учите иврит. На самом деле, мне самому его еще учить и учить. В Ульпан я не ходил, точнее, я ходил, но недолго. И на самом деле он вам поможет, только если вы хотите брать какие-то профессиональные курсы, и чтобы государство их оплатило, вам нужен сертификат о начальном уровне знания языка. Ну и грамматики вас научат. А так, я еще не встречал человека, который Ульпан научил говорить на иврите. В общем, вы сами сейчас все увидите, а пока подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, поставьте жирный-жирный лайк. Погнали! Короче, я еду на улицу, которая называется Мазальдагим. Переводится как праздничная рыба, что ли. Короче, адрес в Яфа, в старом городе. Вообще, первый раз такое. И на мопеде туда не проехать. Прикиньте. Может, кто-то не знал, но вот в старом городе живут люди. Опять. Нам нужен седьмой. Вообще, тут можно кино снимать. Что тут у нас? Алан, это кто-то. Шеба? Шеба? Шеба. Ну, да. Ну, заходи. В общем, мы не можем. Так, туда. Видите, я же говорил, улица рыбная. Смотрите, тут таблички с рыбой. И тут рыба. А, вот. Написано уже было, лестница на второй этаж. Это, блин. Бай, литрот. Вуаля. 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 Че тут? Дише. Ну, не шума. Сняли гамор. Ммм. Прикольно. Вообще, огонь. Дише. Дише. Туда. О май гад. Думаю, что трет. О, мне повезло, мне повезло. Чего, что тут было, фу, хорошо, что я сразу музыку не включил, услышал, что трет крыло, а то бы сейчас загнал по самой небалу и вообще, и опять бы работа закончилась. Так, в общем, еду на вакцинацию. Кого моё мнение по поводу неё? Да, изначально тоже не было понятно и как бы я не намеревался делать, потому что я считаю, что типа я не болел или уже переболел, что ну типа никаких симптомов короны за всё время пандемии у меня не было. И ну типа я считаю, что их должны делать те, кто болеют или те, кто в зоне риска. Так почему я решил её сделать? Дело в том, что заставить насильно делать какую-либо прививку человека ну не могут. Вследствие этого людей хотят заставить это сделать путём других манипуляций, таких как тем, кто не сделал прививку, будет закрыт вход в рестораны, в спортивные залы, во все места, где есть большое скопление людей. Либо они могут предъявить отрицательный тест на корону не позднее 48 часов после того, как ты её сделал. Эти тесты хотят сделать платные. То есть для людей, которые отказываются делать прививки, по сути, означают, что если они хотят куда-то сходить в людное место, они каждый раз должны будут платить за тест. И стоить это будет, по предварительной информации, 120-130 шекелей. Ну и естественно без теста на корону либо прививки запретят перелёты, а точнее это будет лишняя волокита, если у тебя нет прививки. Каждый раз улетел со страны, влетел в страну. И как сказал премьер-министр, Израиль единственная страна в мире, где прививки ждут граждан, а не наоборот. Потому что во многих странах ещё нет вакцины и люди её ожидают. То есть там люди хотят вакцинировать, но пока у них нет возможности, а в Израиле наоборот. Так почему же я решил её сделать? Дело в том, что мне нужно везде ходить, снимать контент для вас, чтобы это было всё ярко, классно и смешно. А если я никуда не смогу попасть, то что, я так и буду только улицы снимать и дороги. Поэтому я сделаю прививки, получу эту зелёную карточку и буду дальше жить как хочу. Ну а улететь куда-нибудь я уже давно хочу, потому что я в Израиле как приехал, никуда не ездил, ну точнее не успел. Потому что по приезду я учился здесь жить, копил деньги, а когда их накопил, началась корона. Поэтому, как я получу зелёный паспорт, он кстати вот так выглядит, то я сразу куда-нибудь улечу. Так, в общем, я на месте, мне уже рассказали, как тут всё делается, нужно сканировать стрих-код и зарегать. Он мне выдал ссылку на сайт, на который мне нужно зарегистрироваться, свести свои данные, номер телефона, имя и паспорт. Так всё, я зарегался, получил свой штрих-код и нужно проходить туда. Я иду, я проник. Почти без очереди, что-то я очкую на самом деле. Я ещё после всего этого на день рождения еду. О май гад. Короче, я не туда зашёл, здесь опроверка на корону, нафиг я сюда пришёл. Тут есть разные больничные кассы, которые обслуживают людей. И он говорит, моя, с другой стороны, где-то там, только я не понимаю где. Блин, короче, я не прочитал, на входе было написано, что это палатка для проверки на корону. Вот это для прививок стоит рядом, но там не моя больничная касса, моя сказали чуть дальше по улице, поэтому сразу поедем туда. В Израиле есть несколько больничных касс, Макаби, Меохедедед, Хвалид и вот первые две здесь находятся, а до моей нужно проехать. Почему мой путь всегда усложняется? А, я понял, у нас прям в филиале это находится. Нужно использовать вот такую ID-карту. Поведём, у меня такая поюзанная, не знаю, работает или нет. Ну да, конечно, почему те, кто обслуживается в других кассах, у них в палатке, без очереди, на свежем воздухе. А моя больничная касса, посмотрите. Поехали? Метопол... ... 300 ауту 6. Метопол, 380. В кресоум? Женое, Third2. Рединочное, первое. Барик артис целяла, wage рамеспар. опа и мне сразу же номер на прививку самом деле номера очень быстро идут там вообще походу штампуют и фото тут 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 как конвейер только руку подставляй она жар был на последней неделе они ничего не было какой уходил и мне выпало да неважно я слабая лучше тогда лево может быть слабость а если не на день рождения это нормально я в тот же как бы нормально вообще эффекты на первом почти не получают кстати первые в том это то же самое я в тот же день я закончил я на велосипеде проехал шестьдесят километров вернулся домой еще на прививка через 20 дней только у них взять учить в общем по ощущениям как обычная прививка так ночью я сразу получил очередь на вторую прививку 24 марта и ну все оказалось не все так страшно для хорошего контента ждем побочных эффектов теперь еду на день рождения вам там комментариях понравилось это слово братишка поэтому моего братишки сегодня день рождения так а вот он идет короче он живет за городом 45 километров поэтому мы решили что на мотиках это полива тем более нас много народу будет поэтому мы аккуратно паркуем их здесь и берем тачку в аренду венок и беседе чтобы никто там они всякую не делал беседе чисто поехал прежде конечно конечно короче мы взяли тачку через приложение это ор привет открытка скачать аппликацию будете легче ничего делать зайдешь через мой аккаунт и все и будешь сам открывать закрывать все двери все закрывается через рулем еду я за рулем ты не умеешь водить что ли не умеешь парковать депут руб и боже я и скажу что попарковать попробуем погоди ого критер не рота и задая профи на спокойно есть рома спокойно я только ром пожалуйста на машине не ездил очень давно но в целом вообще изи короче так как мы едем чуть попозже нам нужно тачку припарковать на пару часов мы приехали на место куда можно припарковать только эту тачку она закрыта короче мошу как-то через приложение разблокирует о тут же свободу на ехал он стоял на карту глоб и есть и 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 на ilateral у нас тут чисто тематическая вечеринка не знают заблочить ли меня за эту музыку Так, чё у нас тут есть? Брат! Покажу людям, что пьют в Израиле Это типа израильская водка, только называется арок Ну это типа водка Расскажи, из чего она сделана Она сделана из... Смотрите, что-то плавает там Шумар, шумар, она сделана из шумара Что такое шумар? Растения, овощи И он бродит? Да, он бродит. У русских я самогон В израильтяне с арок Кайфуйте, братья Всё, поняли Такой мини обзор на израильскую водку Вы меня всё время спрашиваете, как учить иврит Вот, посмотрите, сколько учителей вокруг Всё, просто разговаривайте и всё Как можете Спрашивайте, чё, кого Сначала начинаешь просто понимать Потом, когда пытаешься говорить, начинаешь говорить Что не понимаешь, спрашиваешь Где мы находимся вообще? Как далеко от Тель-Авива, сколько стоит Мы находимся где-то 45 километров от Тель-Авива В Мошаве, как сказать Мошаве Ну, это типа закрытая территория Типа поселение Типа поселение, кибуц Блотим три штуки шекеля Не включая... Цвет Электричество Извините, что с русским немного не то Потому что я тут с четырёх лет Тут немного дёшево, чем в Тель-Авиве Тут немного побольше, чем в Тель-Авиве И всё, нам уютнее тут Потому что тут больше воздуха, больше пространства, брат И тут по кайфу, брат Можешь показать на улицу Как? Там темно сейчас, я вышел, темно там немного Ну... Днём, завтра, утром покажу Окей Всё, приглашаю вас туда 45 километров Полчаса на машине Я не знаю, может быть, кто-то до работы столько добирается Там в России Либо в других странах Наверное, так и есть Я знаю людей, которые три часа на работу утром ездят В России, прикинь Шесть выезжают, девять на работе Нормально Я бы так не смог Тут в Израиле у нас более комфортно Люди любят комфорт Люди не любят где-то... Ну, не знаю, это небольшая страна Там не надо куда-то ехать на работу Три часа Нет такого просто Просто нет такого Максимум из севера Из Хайфа Как выедут Час в Тель-Авив Всё Там ажи Много работы в Тель-Авиве И всё Другая жизнь И Россия Так, в общем Время у нас уже ночь Ну, чего ты там лаешь Ребят во двор Может быть Пофилософствовать Ну, вот как вы видели И ещё раз, может быть, повторю Как учить иврит Закомитесь с интересными людьми Проводите с ними время И вы по-любому нахватаетесь Потому что это неизбежно И спустя какое-то время Вы будете говорить и понимать А если ещё учить То это ускорится в два раза А, кстати, да Я же делал утром прививку И что могу сказать Прямо сейчас И посмотреть самому Потому что Ощущение передам Болит Ну, болит как укол Если поднимаю руку То в месте укола болит Пятен Каких-то следов и опухолей Не замечаю В целом состояние Обычное Пятеного человека В свой выходной А точнее Два выходных Вот идёт Ахи Макурэ Ахи Макурэ Ахи Макурэ Ахи Что ты можешь рассказать Подписчикам Они смотрят об Израиль Короче люди Смотри Люди Новые репатрианты Переезжают И Ну типа Что они могут знать Чего они не узнают Допустим В Сахнути Либо Брата Ничего не понял Чего рассказать Израиль Охуй Всё нормально Всё хорошо Работаем все Прекрасный утренний солнечный Прохладный день Для тех кто ушёл раньше всех спать С вечеринки На На самое козырное место После утренней прививки И вечерней вечеринки Чувствую себя отлично Вышёл во дворик Можете посмотреть Как люди Живут Тут походу Ещё даже не живут Только построили дом Ещё не всё готово Такой дворик Конечно заброшенный Но если всё тут сделать По уму То будет классно Смотрите Тут тоже полно мусора Вот этого Израильского Деревня Смотрите сколько свободного места Приезжайте Строите дом Ну в общем Вот такой получился ролик Надеюсь Было интересно Кому-то даже полезно Старался не просто отдохнуть Погулять А ещё что-то вам рассказать Вы узнали что такое арок Вы узнали сколько стоит дом за городом Поэтому Если вам всё понравилось Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И пишите в комментариях Что понравилось больше всего А с вами был Рома из Израиля Пока Увидимся